здравствуйте друзья центр юридической защиты компания лям ну вы как знаете кто давно на нашем канале мы иногда формируем некую такую подборочку из коротеньких так называемых коротышей ролики меньше двух минут или чуть чуть больше двух минут которые в отдельный ролик роли как-то не очень выкладывать и вот из них мы и подборочки забавные делаем поверьте это будет интересно сразу несколько коллекторов выстроились в строй и вот летают вот давайте послушаем повеселимся поехали лоба дать и тратите компанией специалисты демокративного заскания 9 или за это владимиром идет на запись разговора кузнецов дмитрий евгений учитовый на должность у вас перед компанией кузинвест по договору ростелеком 1738 рублей на сегодняшний день оплату необходимо произвести в трехдневный срок до 14 июля оплата поступит только не плачь нет не поступит оплата поступит если они с работом распланили это тебе говорю не плачь говорю не поступит чтобы на что ли тихо говорите нормально я говорю говорит глухая что ли дмитрий евгеньевич а вы просто не можете грубить сейчас я не пойму конь в пальто ты кто такая что надеешься что ты не будут грубить а в дальнейшем возможно увеличение суммы долга кредитных услуг свой глупотряд там увеличиваете как можно больше чтобы дебилов было вот это было добрый день дмитрий евгеньевич кузнецов добрый день он с границами кредит актер финансов город москва теперь все то же самое только на нормальном человеческом языке не торопясь не волнуясь спокойно чтобы собеседник мог услышать менять и разобрать слова по поводу ваш финансы задумки публично акционировал банк финансов от открытия у вас уже не возникла задумку размере 609 тысяч 750 рублей воронь там оформляет потребительский кредит я все это знаю вы знаете оплату по теме на прозвольте перед банком выполнять сейчас опять торопился я ничего не понял просто после слова почему я не разобрал ни одного слова так выполняете не хочу это вызвать полоток это плачет вы не намерены нет даже тогда а причина уточнитель кому на каком основании кому уточнили причина на основании уточнительно кому-кому не волнуйся спокойно говори спокойненько нормально не укушу да да дмитрий евгеньевич а ты можешь называть дмитрий евгеньевич никак по-другому банка не хочу отдавать еще глухой что ли как я предположил что ты глухой ты переспрашиваешь с дикцией все очень грустно слышишь ты не очень хорошо как ты вообще на этом месте хотя там вас туда и берут как раз таких ущербных ну давай еще раз чё ты там спрашивал я помню тебе нормально лаконично четко нет оплаты вас когда поступит никогда информацию можно отправить в службу безопасно проводить оплату в добровольном порядке да что ты опять тараторишь то я не могу понять что там прослушать да конечно это я да нет я бы не стал говорить что случилось обстоятельства складываются пока данным конкретным образом что к сожалению с вами можно откровенно да как ваше имя отчество простите у вас 14 тысяч 8 рублей за должность не имя отчество я спросил я не спрошу с Марина Владимировна Марина Владимировна с вами можно откровенно потому что я должен кому-то выговориться да да именно о причине неоплаты я скажем так с головой погрузился в научные исследования свои ну вы видите же у вас наверно есть доступ да вы видите род моей деятельности род моих занятий там же наверно в банке кредит экспресс финанс вашим доблестным там все это записано вот и я кстати говоря предупреждал ваших сотрудников что ох я сейчас развернусь но они еще меня переспросили помню уже девушка такая симпатичная была в моем вкусе такая полненькая где-нибудь но так ближе 90 килограмм люблю я таких мне неинтересно кого там любите и кто вам нравится не я не люблю никого я однолюб я люблю сам себя так я и объясняю да я говорю что а я вне ну может быть вы меня извините если я затягиваю я натуре увлекающийся вы мне говорите так просто стоп стоп я вас слушаю здравствуйте звонок из ситибанка александр анатольевич все верно да совершенно верно слушаю вас астахова алёна петровна наш адрес город москва-гашка 8 10 3 1 ну как и звезды банка дата рождения ваша звучит пожалуйста еще раз пожалуйста ваше имя а то это знаете все было в формате одной как одного какого-то непонятного слова включая адрес я услышал только гашика меня зовут астахова алёна петровна астахова алёна петровна слушаю алёна петровна да я не буду говорить никому голосу из трубки никаких своих данных вы не говорите с голову нет нет я могу готов поговорить я вам отвечаю на ваш вопрос вы мне позвонили чтобы что-то сообщить мне сказали важная информация а началось все с того что мне начали задавать вопросы я не повышаю голос с утра пораньше в хорошее настроение мне звонят сначала автоответчик какой-то или кто там ваш робот сообщает что меня ждет важная информация потом берет какая-то астахова и начинают у меня выспрашивать когда я родился логика где астахова я являюсь специалистом сити банка ну давайте доносите важную информацию специалисту передайте пожалуйста александру анатольевичу чтобы он связался лично сити банка это есть важная информация это я нас недостаточно а чё вам нужно ну не звоните раз вам недостаточно чего вы взяли что вам кто-то должен по первой вашей просьбе укладывать дату рождения тогда пишите параллель это конструктивное слово да которое придумали либо эксплуатируют очень часто коллекторы у них мозгов мало не надо уподобляться коллектор да это я передайте пожалуйста александру анатольевичу чтобы он связался с сити банком тут вообще коллектором хоть немножко мозгов есть у вас вообще нету да наш номер восемь восемьсот семьсот 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 в какой степени безнадежная работа надо протараторить то что надо вот мозги не включая шестахова два раза в неделю не чаще до свидания я могла бы услышать а еще раз связь плохая была звонок из сбербанка россии вам поступает я хочу услышать елена евгеньевна вы можете пригласить сегодня звонили уже мне я вам объяснял что ее сейчас нет она уехала на дачу и оставила телефон мне ее брату записать можете номер телефона для чего объясните сбербанк россии я сегодня восемь раз от вас его записал восемь раз девятый раз записать что то тогда кто-то представляется сбербанком и названивает моей сестре постоянно постоянно разные номера телефонов диктуют я не буду принципиально больше ничего записывать пока вы мне не объяснитесь почему вот это девятый звонок нарушение всех возможных законов один раз это может быть вы считаете так девушка один раз вот вы говорите так потому что вы не видите девятый звонок вы отвечали один раз еще раз повторяю девятый звонок а девять раз поговорил вы что это самое какое еще право мое это бесправие которое вы чините мы звоним мы звоним еще раз повторяю для особо одаренных елена евгеньевна уехала на дачу и мне оставила телефон чтобы я специально разговаривал с вами на даче нет связи так вы запишите номер телефона девятый раз его записать не буду принципиально я его записывать а какой вы номер записывали давайте сверим информацию да вы что там обезумели мне хватило девяти восемь раз девятый раз я больше не собираюсь вам время уделять либо вы говорите что вам нужно я передаю эту информацию кроме номера телефона своей сестре либо вы идете лесом вот и все вы же сказали что нельзя с ней связаться на даче сейчас вы говорите что передадите информацию какая я что по телефону я должен что то передавать и вообще какая вам разница как я передам своей сестре информацию я вообще она мне делегировала все вопросы с банком решать так потому что вы задрали меня сегодня кто угодно я еще с вами спокойно разговариваю по сравнению с тем как вы заслуживаете чтобы с вами разговаривали идиоты какие-то сидят там и все вас слушают здравствуйте алло вас слушают мы звоним из компании БРА Финансы очень хорошо кто это Таня Зайцева Елена Олеговна Елена Олеговна очень хорошо ваш номер вот указала Татьяна Федоровна как свой контакт знакома она вам допустим да знакома сестра моя знакома сестра ваша замечательно скажите пожалуйста с ней лично как я могу связаться не знаю а вы с сестрой не общаетесь очень хорошо общаюсь но если она оставила а если вы мне звоните вот в данный конкретный момент времени никакой возможности у вас с ней пообщаться нету я не понимаю если вы хотите пообщаться с моей сестрой почему звоните мне я вас жду я вас жду ну так и что вы не спросила я пригласить к телефону вы что-то путаете вы спросили как я могу пообщаться я понятие я вам ответил совершенно очевидно понятия не имею как с ней можно связаться аналогично понятия не имею ну а то есть с сестрой вы не общаетесь очень хорошо и часто общаюсь я просто ну понимаете я не вижу какого-то фокуса в ответе на этот вопрос связаться с человеком можно по телефону в чем фокус обещаетесь вы понимаете что для вашей сестры есть очень важная информация вы препятствуете чтобы мне зачем вы звоните душа моя спасибо скажет да да алло здравствуйте здравствуйте вонок из московского Крадиционбанка отдел Мишкани до Баринова Николаевича не получил записи разговора звоним касательно что 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 вам знакома Вучихрай Абдухрановна да знакома информацию передать можете что случилось передать передайте пожалуйста что по прогнуться тут побежать что-то делать что-то почему 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 нельзя тебе тыкать это что за ответ потому что в детском саду ты аргументируй я такой-то такой-то у меня звание больше чем твое я там родину защищаю или еще что-то делаю только в таких случаях можно с людьми разговаривать нет понимаешь слово ты никого никогда не оскорбляла да мне похуй ты мне ты меня знаешь что ты сюда звонишь как это другой вопрос ты мне скотина звонишь блять зачем ты мне звонишь на мой номер телефона не спросив у меня разрешения а да сука потому что это мой телефон понимаешь ты вторгаешься в мое личное пространство блять нет не звонить без моего разрешения понимаешь никак вообще никак вообще никак забыть обо мне моем номере телефона понимаешь и не звонить вот и все кому будут будешь получать вот таких охуенных пиздюлей понял блять ну ну блять чё ты нукаешь там блять лошадь лошадь сутулая сука блять сидишь там у себя на работе на бабской блять чё ты мне звонишь сюда а здравствуйте алло здравствуйте инспектор гонерова инстанции геннадий на компанию юрист задает разговоры звонок он на артем андреевич что вы это я но у меня к вам вопрос позволите артем андреевич я уже говорю мне очень да я сказал это я да почему вы звоните с телефона какого-то непонятного иностранного префикс еще раз повторю автоматическим звонок артем почему ну смотрите я сейчас забьют этот префикс так 963 из сирии звонок вы чё там вы из сирии мне звоните артем андреевич как будете намерены двигаться в диалог тогда поговорим не 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 диалог я готов вести мне просто ответить на вопрос почему телефон определяется как из сирии из сирии вы запрещенная в России организация что ли ожидается до свидания алло здравствуйте здравствуйте это микрозайм Екапуста Александр Владимирович Артем Андреевич да 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 когда вы звоните мне всегда потешает я позволю всем перебить вас просто вот эта вот ваша Екапуста она настраивает на любой на какой угодно на лад но только не на серьезный Екапуста хохла правда ну что там у вас ну все по тому же поводу звания по какому капусту некому собирать или никак не можете собрать а что займа вашего Артем Андреевич вроде взрослые мужчины должны как-то серьезно к таким вещам да невозможно в вашей конторе я когда ее увидел вот это думаю дай-ка я попробую у этой Екапусты и когда вы мне перевели денег я ржал но я их в этот же день с друзьями в баре конечно же и просадил а потом вы еще 9 раз брали эти займы да 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 так понравилось конечно само собой вы сами-то настроены на серьезно Артем Андреевич да невозможно если бы вы назывались как-то по-другому ё-ка пусто давайте это время не будем терять действительно да алло алло здравствуйте звонок вам поступает из кредит Европа банка скажите а Марина Михайловна знакома вам? не прошу бы не знакома это сестра моя понятно вы не скажете мы через вас телефон банка сможем ей передать так сегодня извините уже восьмой звонок а то есть сегодня с вами разговаривали правильно? вот сейчас уже девято ой прости не восьмой а восемь раз мне уже вот подобную информацию выкладывали сейчас девятый звонок понятно то есть вы сегодня разговаривали прям сегодня с сотрудниками говорили вам спрашивали староженку если вы считаете что вокруг вас идиоты то я не в этом кругу еще раз повторяю четким русским языком за сегодня девятый звонок понятно ясно до свидания и вам до свидания прощайте точнее ну вот так вот друзья как вы понимаете это переадресация в большей части где-то тут и лично мне звонят многие кто давно на нашем канале знают мою историю кто не знает посмотрите пожалуйста плейлист обращение Кузнецова Дмитрия много обо мне узнаете и кстати говоря получите множество ответов на свои вопросы кликабельная подсказочка на этот плейлист выходит в правом верхнем углу видео трансляции вот она ну и также тех кому стало интересно вообще наша деятельность как таковая в двух словах расскажу о нас компания Алиам достаточно давно на рынке юридических услуг и работаем мы исключительно в направлении в помощи людям попавшим в трудную финансовую ситуацию с банками МФО онлайн структурами работаем дистанционно не имеет значения где вы находитесь в каком уголке Российской Федерации основное основные условия это то чтобы у вас был интернет чтобы мы могли с вами общаться ну и телефон само собой активный мы на данный момент являемся одним из крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации наше преимущество в том что вам не нужно никуда ехать к нам в офис сидеть там с этими бумагами ваша задача отправить нам все в электронном формате как это сделать заодно и узнать как устроена работа кредитных юристов компании Алиан вы можете пройдя на наш сайт ссылку на сайт вы легко найдете в описании любого ролика на нашем канале так же для вашего удобства сейчас в правом верхнем углу выходит кликабельная подсказка вот она что нужно сделать чтобы стать нашим клиентом теперь немного подробнее в первую очередь обязательно подчеркну обязательно посмотреть видео на сайте алгоритм работы кредитных юристов компании Алиан почему это нужно сделать обязательно дело в том что мы вам будем звонить нам звонить не нужно только вы посмотрите видео на сайте заполните форму специальную которая там указана и ждите звонка нашего специалиста и вот в том случае если вы добросовестно посмотрите видео на сайте мы с вами будем что называется на одной волне вы будете понимать что мы для вас сделаем и наш разговор не затянется на долгие часы получите большинство ответов на свои вопросы посмотрите видео на сайте и дальше если что-то не поймете уже наши специалисты поставят как говорится жирную точку в вашем непонимании и вы сможете все полноценно взвесить и принять окончательное решение именно вот в этом видео рассказывается как все устроено как мы работаем что мы для вас сделаем к какому результату приведем результат простой на самом деле вы никому ничего не должны причем это официально не надо будет никуда прятаться вы в законном формате получите этот результат оставаясь в правовом поле никаких санкций либо последствий вас не будет ждать ну давайте так вы посмотрите все поймете и уже потом если останутся вопросы отправите форму на сайт на сайте заполните и мы вам перезвоним звоним мы в рабочее время по московскому часовому поясу кроме субботы и воскресенья ну собственно говоря здесь пока все осталось вам обратить ваше внимание правый верхний угол видеотрансляции где выходит для вашей помощи еще раз кликабельная подсказочка вот она посмотрите видео на сайте ну на этом я думаю все подписывайтесь на канал ставьте лайк пишите комментарии присылайте нам ролик если они у вас есть в описании любого ролика есть почта адрес электронной почты куда вы можете в виде файла прислать не нужно слать в контакт а нужно слать на адрес электронной почты у нас существует огромная очередь сейчас но особо отличившихся мы пропускаем не очереди а все остальное в порядке очереди мы публикуем не надо писать вот слать нам какое-нибудь нытье и все остальное шлите хорошие такие драйвовые ролики чтобы было интересно с вами был Кузнецов Дмитрий центр юридической защиты компания всего вам доброго до свидания